Мы представители скольчика строительства и предпринимательства. Меня зовут Рома, Кристина, ЕС и Юра. Мы представляем проект 3D-моделирования, разработка проекта 3D-моделирования. Наш колледж в 2012 году получил бюджетное финансирование от Московского департамента. На счет этих денег было закуплено оборудование 3D-принтеров, 3D-моделирования, тренированного станка и других. На базе данного проекта оборудования студенты будут обучаться, работать на них, делать на них курсовые работы, дипломные проекты, исполнение разных заказов от заказчиков. Сущность проекта заключается в том, что студенты могут выполнять свои собственные проекты и предлагать их на рынке разным заказчикам. Выполнение студентов на различных ценных работ, макет мастерской, возможности изобретать проекты. И целью проекта является денежное отлучение, продажа макетов, монтирование в разных деятельностях. За счет этого этот проект будет обеспечивать себя в пользу. Также хочется отметить, что 3D-принтеры являются главной инновационной технологией 2012 года. И поэтому, именно поэтому мы начали разрабатывать проект именно в этом направлении. На данный момент у колледжа есть своя стратегия этого проекта. И колледж установил три плана по реализации нашего проекта. Это, соответственно, первый план, план мини. То есть объем реализуемых проектов макетов будет составлять 4 штуки. Если колледж будет выполнять макеты на 4 штуки, то работа колледжа и работа нашего проекта будет считаться не совсем неудопритворительно. И нам придется заняться работой над ошибками и что-то поменять, чтобы наша работа была более продуктивной. Второй план — это норма. План норма — это наш минимум плюс коэффициент, определяющий уровень дальнейшей интенсификации работы. Этот коэффициент составляет 1,2, а 1,3. То есть, таким образом, продажа увеличится на 20-30%. С этого момента выполняемые заказы станут нормой и будут давать реалистичную оценку нашей ассенциалы. И колледж будет реализовывать 5-6 проектов. Если норма выполнена, то можно считать работу колледжа достойной. И, наконец, план максимум. Это выдающее достижение колледжа. Колледж должен будет изготавливать 8-10 проектов. Это будет очень отлично, потому что эта деятельность не является основной. Также хочется отметить, что вот эта картошка — это обычный АБС-пластик. Он полностью экологичен. И мы провели исследование других компаний и выяснили, что средняя цена за 1 грамм пластику — это 40 рублей. Такая картошка стоит 2 тысячи рублей, в ней 700 грамм пластиковых. То есть, если у нас средняя цена за 1 грамм начинается с 40 рублей, то с одной картошки будет прибыль около 40 тысяч. Также хочется отметить, что наш проект очень новый, уникальный для системы среднепрофессионального образования. У уровня конкуренции сходит свой цена минимум. Затраты на производство продукта минимальные. Весь процесс производства автоматизирован с наименьшим использованием ручной работы. Проанализировав наши возможности, можно сделать свот-анализ, который нам позволит выделить сильные и слабые стороны, а также преимущества перед нашими конкурентами и возможный взросл в процессе всего жизненного цифра. Вы можете его видеть на экране. Мы также проанализировали на рынке наших конкурентов. Это несколько компаний. Данные фирмы не очень заметно занимаются продвижением своей деятельности, а просто сухо предлагают и рекламируют свои услуги. Список предоставленных услуг у нас также очень огромен. Кроме архитектурных решений зданий и сооружений, будет возможность производить дизайн и благоустройство парка, сада, общественных зданий, готовые виды, декоры и другое. Также мы можем заниматься поставкой в медицину протезов и другого. Мы можем также разрабатывать радиоэлектронику, мебельные и древообрабатывающие производства, 3D-реозуляция. Мы можем разрабатывать рекламу на рекламных счетах и в интернете. Основной, конечно, нашей задачей будет выступать различные строительные компании, физические лица, любители проектов, института и мониторика. У меня это очень огромное. Также не стоит забывать в степи освещенности проекта СМИ. Из нашего проекта следует, что услуга совсем новая на рынке и никто не знает для чего и зачем она нужна. Так как у нас уже существует сайт пользы, будет сделан пункт в меню, в котором будет размещена новая страничка с полной информацией о нашем продукте и услугах. Нами определено направление рекламы на целевую индивидуальную аудиторию, а именно строительство, архитектура, дизайн. Они наиболее распространенные в этой сфере представления наших услуг. Основная реклама должна быть контекстной в поисковых. Мы разместим ее в поисковых поисковиках. Google, Яндекс. Эти двух будет достаточно, потому что они самовоспользуемые и распространенные в поисковой системе. College также будет проводить предварительный обзор строительных фильм, дизайнерских компаний, архитектурных организаций, на которые мы ориентируем свое производство. А также планируем проводить рассылку на почту, информацию о предоставлении услугах, ценах, вида готовых макетов. Спасибо большое. Время. Трансляцию. 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 Вопрос. Сегодняшние моменты структуры вашего, существования вашего проекта завязаны на принтер, который куплен за деньги департамент образования. то есть по сути вы работаете с тщательным государственным оборудованием, вы и дальше собираетесь, и естественную прибыль, которую вы будете зарабатывать, пока вы работаете на не своем оборудовании, оно не будет распределяться вами, потому что здесь не может быть создано какое-то предприятие на основных средствах, которые вам не принадлежат и никак не оформлены, как ваши. Вы предполагаете, что, как-то выкупить, или где здесь ваша фирма, если основное средство производства вам не принадлежит, или вы какой-то договор будете заключать с колледжем, брать валену этот принтер. То есть хочется понять экономическую модель, которая сейчас в основе закладывается. Ну вот если мы деньги, ну проект будет у нас получать, то деньги заработали на этом проекте, мы должны содержать колледж, то есть эти проекты будут деньги с колледжем. Да, как бы... Долговор вкурить жмачу. Ну, будет делать один оборудование. Один для оборудования, да? Один для оборудования. Потом, если наш проект разорвется, то мы можем, ну, за помощью средства также приобрести свою оборудование. А если не оторвется, то отойдем обратно. А сколько у вас таких станков? Шесть. Шесть, да. Шесть? И все вот такие, или они разные? Все такие. А где деревяшка тогда наматывается, раз ли дерево обрабатывающая? Или протеза? Ну, мы просто не слаблют резины с на другом принесом. Да. А макар не почтует, так что дерево должно намататься? Нет. Это только в моей сплазке. Ну вот этот. А вы говорите про дерево обрабатывающую щитку. А у нас в макетном мастерской есть режущие бедыклоты, у которого мы уже делаем три банда. Покажите просто, покажите. Может, такое оборудование? И в принципе, на граберах самок, который можно делать из дерева, и вот режущий бодр слева. Вот он. Длиная бодр около двух метров и ширину около полтора метра. То есть можно делать такую рекламную. Рекламную щит и рекламную. Можно щит и рекламную, можно делать декоративные какие-то надписи, можно сделать все, что угодно, можно на нем вызвать. То есть все, что из дерева, из пластика, из резины, из металла. Сделать брыль, его кладу. А куда вы здесь образец кладете? Он не кладет. Он не кладет. Он кладет. Мы просто не стали запускать, что он кладет. Нет, ну просто... Вот на этой платформе все создается. Вот так, вверху есть головка, которая, с помощью которой происходит заливка. То есть, то ли нагревается платформа, здесь пластика, ВС начинает расплавляться. И он тихонечко начинает заплавлять. Вот просто у нас видео не открылось, нам было все новое видео показано. Да, да, просто. То есть, планируется то, что... Ну, какой-то специальный рисунок на компьютере, или что это? Что это должно быть? С чего он будет реставаться? Этот рисунок заливаться? Балбанка сама заливка. Нет, рисунок делается в автокабель. Да. Потом это помещается в 3ds max. Для того, чтобы посмотреть, как это будет визуально выглядеть. Все, мы сделали техническую часть, там, архитектурную на компьютере. Потом, вот с помощью этих принтеров, есть возможность сделать это все в объеме. Показать человеку, который придет заказчик, что вот, например, пришел какой-то клиент и говорит, хочу построить там... Ну, пусть там будет цель. Как это будет выглядеть? Сейчас ни один проект, точнее, ни одно проектное решение не создается в виде макета. То есть, для того, чтобы показать человеку, как это будет выглядеть, как это можно разместить, элементарно. То есть, аналогов в России, в Германии, в Германии, в Германии? Нет. Они только поставляют. Никто... То есть, макеты... В данный момент макеты никто не создает. Ни в России, ни за рубежом. Не занимается. То есть, нет таких макетных мастерских. Есть принтер, на который приходят люди заказывать что-то. Можно готовить любое, все, что угодно. Любой прототип. Также в нем есть 3D-сканер. Это такая вещь, как... Вот он. Здесь просто не видно, он с другой стороны. Но не всегда можно детально чертить, но можно сделать прототип. То есть, внутрь его помещается деталь. Например, посмотреть, как будет какое-то перекрытие в строительстве, как лучше сделать его связать. Он помещается сюда внутрь, просто с помощью элементарного указка лазера. Проводится, он его считывает, сканирует и выводит уже готовый сюда элемент. Скажите, пара вас... А вот социальная часть человека, как вы видите? Вы показали, что достаточно крупно-националист, что в принципе, да, что эта работа, кстати, может переносить, вы не переносить, потому что решение инновационное, только там 10-12 конкурсов, есть, и мне все как работает. Ну, вы, если кто-то, я думаю, это не может работать. А социальная часть, потому что конкурс просит вас показать то, как вы социально ответственны, потому что вы сумеете заработать деньги, и вы их как вы социально начали вкладывать. То есть, себе оставайте часть, а часть, естественно, как-то отпускаете на социальную. То есть, потому что все вы не имеете в виду. Давайте я отвечу. Нет. Вы же не участник. Тогда у вас было бы вам выходить... Но вы сказали, мы нельзя. Нет. Скорее всего, вам надо развить в полю. Может, будет на вводе в полю уже создаваться какие-то новые проекты, которые... Не будет. Скорее всего, вы на развите в полю. Я скажу просто, и поясню, чтобы вам было понятно. Макетно-мастерская была создана для того, чтобы в рамках образовательного процесса обучать студентов. Но для того, чтобы их обучать, также была создана для макетно-мастерской, чтобы коммерческая деятельность была. Сейчас нам есть 6 станков, которые купил, пусть, когда это государственный бюджет, за счет их денег. Но за счет этого создали макетную мастерскую и хотят интегрировать, развивать это оборудование. Пусть это сейчас оборудование колледжа, но на основе продажи этих макетов, за счет этих денег, можно развиваться и уйти от колледжа. Можно создать свою макетную мастерскую, можно купить не такой бридер, а можно купить еще больше бридера, платформы не 120 на 140, а которых будет метр на метр. И он может делать все, что угодно. Скорее всего, все-таки, если честно, у меня совершенно непонятная экономика на самом деле. Потому что если сегодня основные средства не принадлежат вашей мастерству, они являются просто собственностью колледжа. Таким образом, здесь вникает колледж. Колледж, как основной распределитель всех средств, которые получает он на свое оборудование, он сам принимает решение, как играть эти годы. И юридически это так. Нет, в данный момент это сейчас. Поэтому даже сколько бы вы ни заработали, у вас... Мы просто в данный момент себе, на привлекат, они не могут позволить сами купить это оборудование. А за счет инвесторов, которые, если бы кто-то им предложил, они могли купить это оборудование и уже сами результаты не могут. Сам момент, то, что это сейчас есть, то, что хотя бы маленький пусть доход, но они могут сами его зарабатывать. То, что во время своего обучения они могут делать, например, дипломную работу, классовую работу, но за это еще могут получать... Они могут ее делать как коммерческий проект. Да, как коммерческий проект. Да. То есть... То есть они могут зарабатывать уже... Они могут зарабатывать во время учебной деятельности. То есть практически занятия усконяешься, и получаешь уже от этого какие-то... А те, кто зарабатывают на своей учебной деятельности, они... То есть, ну как бы как проект, они зарабатывают. Например, кто-то заработал, например, там, ландшафтный дизайн какой-нибудь, в саду, или там, ремонт квартиры, вот Past Social Media. Сам участники проекта получает деньги за это? Спасибо, Рай, большое.